И я хочу сегодня взять две истории из жизни Христа, как Иисус исцелял, и вместе с вами посмотреть на то, что я думаю Дух Божий сегодня нам хочет через эти две истории показать. Давайте откроем Евангелие от Марка, восьмую главу. Евангелие от Марка, восьмая глава. И вот двадцать второй стих. Приходит в Ифсаиду и приводит к нему, к Иисусу, слепого, и просит, чтобы прикоснулся к нему. И, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть ясно. Вот первая история произошла в Ифсаиде. Ифсаида означает «дом рыбной ловли». Еще иногда переводят «дом рыбаков». Вы знаете, Господь, как рыбак, вылавливает нас из этого мира, ловит нас в сети Божьего царства. Он даже целая притча есть об этом, да? Для того, чтобы сделать нас особенным народом, Божьими людьми, людьми особенными, освященными, оправданными, очищенными, другими людьми, да? И мы видим в этой притче, какими людьми? Людьми прозренными, то есть видящими, не просто смотрящими, но видящими людьми. То есть Господь стремится избавить нас с вами от слепоты. Слепота – это не только отсутствие зрения. Я не так давно, причем по совету одной из прихожанки нашей церкви, посмотрел один коротенький мультфильм, который называется «Слепая Вайда». И в этом мультфильме рассказывается о девочке, которая родилась, и она не была как бы слепа в прямом смысле слова. Она видела, но одним глазом, вот этим левым глазом, она видела прошлое, а правым своим глазом Вайда видела будущее. И вот у нее было такое постоянное раздвоение. Видела прошлое одним левым глазом, правым видела будущее. Я из этого мультика маленький минутный кусочек специально вырезал, чтобы показать вам. Вот посмотрите на экране. Однажды молодой человек пришел просить ее руку. Когда она подняла на него глаза, вот что она увидела. Боже мой, что за маленький дурачок пришел сватать меня. У него все волосы седые, бедняга, он пахнет, как отходы. Его рубаха не заправлена, колени все в ссадинах. Его время ушло, а он зовет меня замуж. Я гожусь ему в матери, это, наверное, шутка. Та же история повторялась с каждым женихом. Для Вайши не нашелся такой мужчина, который мог бы объединить ее зрение. Она редко выходила из дома. В ее глазах настоящее не существовало. Даже ночью, когда Вайша спала, она не могла по-настоящему отдохнуть. Ей снились кошмары. Словно змеиный язык, ее сон делился на две части. С одной стороны, она видела себя маленькой девочкой, а с другой, она видела себя уже мертвой. Иногда разница между двумя глазами была небольшой, всего в несколько часов. Для левого глаза солнце только что взошло, правый глаз уже видел лунный свет. Но в других случаях, ее левый глаз показывал бездну и большую пустоту, ту, что предшествовало созданию. В то время как ее правый глаз видел бедствия и руины после того, что могло быть апокалипсисом. Вот небольшой кусочек из этого мультфильма. И видите, в этом мультфильме Вайда не просто была как бы слепа, то есть ничего не видела. Она видела, но видела прошлое одним глазом, другим глазом видела будущее. То есть в этом мультфильме показано, что слепота — это когда человек не видит настоящее. Однажды Господь коснулся моего сердца. Бог наполнил меня вот этим большим откровением. Я вдруг, вы знаете, осознал, и я после этого постоянно об этом говорю, о том, что я однажды осознал, что долгое время, вот как бы я понял, что мы, вот как эта Вайда часто, живем в прошлом, живем в будущем и не видим настоящее. И поэтому мы слепы, как вот эта несчастная девушка, к ней приходит жених, а она одним глазом видит его совсем маленьким, да, а другим глазом видит его стариком. И она думает, зачем мне малыш? Я же тут не усыновлять кого-то собираюсь. Зачем мне старикать? Не дом же пристарелых. А настоящего не видела, настоящего не видела. И вот точно так же мы живем, часто не видя настоящего. Живем постоянно прыгая из прошлого в будущее, да, из будущего в прошлое. Такими были фарисеи, которые, ведь они знали же, да, каким должен быть Мессия. Они читали послания, они изучали послания, пророческие там послания изучали. Вот и они знали, каким должен быть Мессия. Они знали о будущем, да, вот что должно произойти. Но когда пришел Иисус, вот в этом настоящем, они были слепы. Пришел к своим, да, говорил Христос, свои не приняли. То есть вот то, что происходило прямо сейчас перед их глазами, то, что Сын Божий здесь и сейчас находится, они совершенно не видели. Поэтому ведь Иисус был распят не атеистическим миром, а религиозным миром. Религия, когда люди смотрят в прошлое, смотрят в будущее, а Бога сейчас, в настоящем, не видят и не замечают. С одной стороны, вы знаете, Бог нам дал Слово Божье, и мы изучаем, мы изучаем то, что Бог творил в истории. Вся Библия – это рассказ о том, что Бог когда-то где-то совершал в жизни совершенно разных людей. С другой стороны, у нас есть целая тема, называется «Эсхатология», учение о будущем, о втором пришествии Христа, о тысячелетнем царстве. Об этом тоже там есть разные мысли, разные взгляды, но целая тема есть в богословии. И для большого количества христиан, вот Бог, Он где-то либо там, в прошлом, там в Израиле, две тысячи лет назад. Почему они и думают, что вот бы там оказаться, вот на машине бы времени, бы перенестись бы, вот и увидеть служение Христа в Иерусалиме в то время. С другой стороны, они любят представлять, вот а что ж там будет, а как ж там будет, а какими там мы будем, там посланниками по разным планетам, что такое за новое прославленное тело, чем оно от этого отличается. И тоже любят об этом рассуждать. И в итоге получается, что все, что мы знаем о Боге, просто это какая-то информация в нашем разуме, потому что прошлое и будущее, это какие-то вещи из нашего разума, какие-то вещи из нашей головы. И в итоге, настоящее, оно как будто закрыто от нас пеленой, и мы не понимаем его, мы не видим его. Хотя апостол Павел, он конкретно пишет, да, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, вот теперь. То есть нам не нужно просто жить в прошлом, не нужно жить в прошлом. Я, когда общаюсь с верующими, у которых какие-то в жизни сложности, в жизни проблемы, чаще всего проблема в том, что они живут какими-то моментами прошлого. Вот у них там была какая-то боль в прошлом, что-то не удалось, что-то не получилось. И уже, может быть, прошли годы с того времени, а они все равно продолжают жить, вспоминать это прошлое, пытаться каким-то образом вот найти ответы, что они неправильно сделали, как им нужно было бы поступить иначе. И у них постоянно вот в голове вот это крутится-крутится одно и то же, вот это прошлое-прошлое, которое они как бы внутри себя проживают еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. И не видят то, что Господь делает сегодня. Сколько верующих, которые особенно вот пережили 90-е годы, и мы помним, когда были 90-е годы, там конференции всякие, и в то время, когда народ был такой у нас в стране жаждущий, что мы там печатали какие-то афиши, там кривые, вот, а полные залы собирались, какой бы мы тут зал не сняли, собирались. И вот люди говорят, Виктор, помнишь, какая была жажда там в начале 90-х годов, там какие мы конференции проводили, там конференции веры делали, там собрания такие. Я, конечно, помню, но мне жаль тех, кто вот там и остался, потому что там было прекрасное время, слава Богу за него, слава Богу, оно прошло, и мы в другом времени находимся. Оно не хуже, оно не лучше, оно просто другое. И важно это уметь увидеть. Но ты не увидишь, если у тебя глаз один, все время, в прошлом, ты все время думаешь, а вот так было, а вот сейчас вот не так, а вот так вот все происходило, а вот сейчас у нас так это не происходит, а вот почему вот такие конференции, сейчас у нас вроде какие-то другие конференции. Недаром говорят, знаете, когда для тебя прошлое становится интереснее, настоящее, это старость. Это старость. Старость ведь, как многие говорят, да это же не годы, не возраст, это состояние твоей души. Это что за состояние? Да вот то и есть состояние. Прошлое интереснее, чем то, что происходит сегодня. А вот вот было, да? Как вот я помню, дед мой любил вот говорить, вот внучок, вот вы пишете в школе в тетрадках, а мы когда учились в школе, у нас не было тетрадок, мы брали газеты и между строчками вот в этих белых полях писали, вот как было. Я так сидел и думал, ну давай, рассказывай, потому что знаешь, ну детям не очень интересно, вот эти вот рассказы, что когда-то было, вот я сидел так, ну ладно, ладно, вот. А сейчас бывает своим детям, дети, а вот знаете, когда мы с мамой были молодые, в магазинах не было йогуртов, и киви не продавали, они так сидят на тебя смотрят, ну вот вспоминаешь опять, дела минувшие, давно минувших дней, предания старины глубоких, я тут раз замечаю, веду себя как дед часто, да, который вот, вот когда-то так было, вот там вот так вот, что-то было, или что-то происходило. Слава Богу за все, что происходило, слава Богу за детство, слава Богу за подростковый твой период, за молодость твою веселую, слава Богу это было, но пойми, сегодня здесь ты живешь, а тогда это было, но прошло, было, но уже больше, уже больше не остается, вот. И когда люди порой освобождаются от прошлого, они уходят часто в другую крайность, начинают думать о будущем, а вот когда-то там вот что-то, и мы все время что-то же ожидаем, что вот что-то так когда-то вот там должно, случиться там вот, кто-то, что-то должно произойти, вот, и вот мы мечтаем, и некоторые люди целиком живут в своих мечтах. С одной стороны, мечты хорошо, как некое планирование, да, но в мечтах нельзя жить. Как, опять-таки, вот в 80-е годы была очень популярная песня Юрия Лозы о том, что вот он поет там о далеких мирах, о волшебных дарах, что когда-нибудь под ноги мне упадут, он пел, о бескрайних морях, об открытых дверях, за которыми верят и любят и ждут меня. И вот он, вот это, знаете, ожидание, вот мы часто тоже вот ожидаем, вот как-то настоящее нас, ну, не сильно устраивает, как-то тут как-то вот, ну, не так тебя сильно тут ждут, а ты думаешь, вот когда-то бы вот у меня, у меня откроются двери, и вот дождусь наконец я, и меня дождутся. И вот люди живут вот с таким постоянным ожиданием чего-то великого, и опять-таки, слепы к тому, что происходит сегодня. Огромное количество верующих ожидают каких-то великих там конференций, или каких-то излияний, что вот это произойдет, все поколения верующих это ждали. Апостол Павел там что-то все время ждал, что вот-вот Иисус придет, да? Мы ждем, 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 ждем. А как же про настоящее? А как же сегодня? Вот знаете, вот в ожидании некое ощущение, что мы как будто все в очереди, да? И вот есть какая-то жизнь настоящая, яркая, полноценная. Но почему-то эта жизнь, она все время в будущем. Нам как бы чуть-чуть всегда чего-то не хватает для этой яркой, полноценной жизни. Потому что в настоящем как-то все вот как-то не так там кажется. А вот там вот все будет. И мы ожидаем, постоянно вот ждем, когда вот мы приедем, да? Когда вот... Я помню, знаете, как вот у меня в жизни все время куда-то надо бежать, стремиться, вот куда-то вот, как-то вот тут, как-то вот второй сорт, а нужно пойти в жизнь первого сорта, вот добежать до нем, прыгнуть наконец. Ты бежишь, стремишься, думаешь, как-то вот настоящее мое там. Едешь домой, я как-то рассказывал, помню, вот едешь домой, и пробка, и в городе, и опять там что-то у нас перекопали, чемпионат мира по футболу. И тут у нас, то там закроют, то тут закроют. И причем закрывают центральные улицы, и там, иногда едешь, там один человек что-то ковыряется с лопатой, стоит, и ты понимаешь, что он еще долго тут будет ремонтировать это все. Вот. И там пробки большие, и ты едешь, и думаешь, я могу до дома заехать за полчаса, тут час с лишним, едешь, и едешь, едешь, и ты все ждешь, вот когда же, когда же, когда же, вот ты наконец приедешь там вот, и приедешь домой, и так бывает, приезжаешь домой, а там все заняты. И думаешь, вот жену увижу, детей, смотришь, жена говорит, ой, слушай, привет, там вот ужин, а я заняты. Дети тоже бегают, у них своя игра, и ты так думаешь, я так стремился сюда, приехал, надо еще ждать, не то немножко, не то, вот. У меня в этот раз так неожиданно получилось, ну, не ожидал я, вот, много раз был в Украине, много раз проповедовал же в Украине, а тут приехал в Киев, и подхожу к границе, даю паспорт, она смотрит на меня, и говорит, когда вы были в последний раз в Украине, я говорю, в 2014 году, она говорит, что-то долго, я там, она каждый месяц, наверное, должен туда ездить, но я как-то давно не был, несколько лет не был, вот она говорит, как-то долго, все, сейчас вам позовем, пройдите, и куда-то провели, и там пограничники забрали мой паспорт, и говорит, все, сейчас будем изучать, и говорит, ждите, я такой, жду, 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 вот, а у меня в этот день уже собрания должны в Киеве вечером начаться, жду, жду, вот, время идет, смотрю, уже прошло 10 минут, 20 минут, 15 минут, вот, потом я уже не выдержал, говорю, вы что, говорю, я уже 40 минут жду, 40 минут жду, она такая, 40 минут улыбнулась, и ушла, вот, вот, в общем, короче, я там 7 часов ждал, я ждал 7 часов, они что-то изучали, ходили, там, ну, пограничники, которые сидят вот одним пальцем, чик-чик-чик-чик в компьютере, ну, профессионалы, вот, то, что мы называем, вот, профессионалы, что-то там, вот, и в итоге мне сказали, ну, что, извините, говорит, мы не можем вас пустить в Украину, говорит, вот, выдали мне бумагу, что мне запрещен въезд в Украину, вот, и даже в паспорте штамп поставили, что мы запрещен въезд в Украину, вот, вот, я говорю, а что мне делать? А мы, а я летел в Украину через Амстердам, то есть мы из Германии, там не было прямого рейса, через Амстердам летел, вот, прилетел в Киев, она говорит, ну, что, теперь вас бесплатно отправят домой, я говорю, да, как понять домой? Она говорит, ну, откуда вы прилетели? Я говорю, домой в Амстердам и полетите. Паспорта дали пограничникам, и все, проводили меня в зону уже посадки на самолет в Амстердам. Я был просто, я был настолько, как так, как так, как так, ждал там, жду, 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 жду. А у меня тут обратно в Амстердам, вот все такое внутри. Вы знаете, пока я вдруг думал, ну вот, хотя, знаешь, тут молились, и в церкви молились, и в доме молитвы молились, и в Украине молились, я сообщил, что вот не пускают. Мне говорю, ну все у вас, мне еще так объясняет, поймите, не то, что вы плохой человек, просто мы не видим целесообразности вашего присутствия в Украине. Ну, не выйдет, не выйдет. Вот, вот. Я сначала был возмущен, а потом я так вот подумал, думаю, ну Амстердам, так в Амстердам. Как-то смирился я с настоящим. Думаю, ну, думаю, что такое, ну они же меня не на Северный полюс отправляют, да. А весь вот такой возмущенный, потому что вот, вот, нам же все время когда-то, куда-то надо. И вы знаете, когда часто наши планы ломаются, мы просто вот все возмущены. Да как так наши планы поломались, ты там такое планировал, а тут все поломалось, и все. И тут я понял, думаю, вот, а что я вот тут буду паниковать, вот не так вот, как я думал, да. Ну, надо как-то войти в гармонию с тем, что есть. Я такой сел, смирился. Ну, я сижу уже на посадку в самолет, и по бокам два пограничника с моим паспортом сидят. Вот, я такой сижу, и такой говорю, знаете, а я все равно вашу Украину люблю, говорю, благословит вас Господь, говорю, если сможет. Вот, говорю, ну что же, говорю, и уже даже Миша позвонил, говорю, Миша, ну все, говорю, я в Амстердам, говорю, там надо как-то нам рискать рейсы, чтобы в Россию уже из Амстердама лететь там, вот. Уже думаю, ну вот, думаю, ну ладно, побуду какое-то время в Амстердаме, домой полечу. Вот, и вы знаете, и что произошло? Я как-то внутренне успокоился, я вдруг понял, что ничего мне, вот, знаешь, прошлое, будущее, ну вот такое оно настоящее. Учись видеть настоящее, там не меньшее благословение, чем ты думаешь. В будущем есть, понимаете? Я вдруг увидел, думаю, ну ладно, думаю, вот, я тут, думаю, побуду какое-то время там, отдохну, у меня тут шенгенская виза, отдохну какое-то время, побуду. И так мне сказали врачи, что тут у меня стресс хронический, там какая-то истощенная нервная система, что я буду тут еще нервничать? Ну, буду принимать настоящее. Знаете, часто вот многие наши проблемы с нервами, со всем, с тем, что мы не принимаем настоящего, мы его не видим. А жизнь в прошлом и в будущем, это жизнь в нигде. Вот вы как будто в таком состоянии, настоящее вас не устраивает, потому что вам кажется, что тут что-то не так, как вам кажется, так должно быть. И я, по-моему, так вот успокоился, сел, благословил Украину, все, сижу, такой же, думаю, ну все, сейчас полечу домой, в Амстердам. Уже ищу в этом какое-то пророчество, думаю, Бог, может, я поселиться там должен теперь, в Амстердаме, может. Никогда там не был, думаю, сейчас полечу, наконец-то, освоюсь, думаю. Там же Оскар у нас, пастор, да, где-то недалеко. Вот, свои есть, думаю, все хорошо. Успокоился, и все, в Амстердаме, и такая радость пришла, да, я сижу рад, радуюсь. Пограничник сбоку говорит, я бы тоже радовался, если бы меня в Амстердам отправили. Вот, я думаю, меня не устраивает то, чему другие завидуют, думаю, понимаете. Меня не устраивает то, чему другие завидуют. Вот, и когда я уж совсем успокоился, уже собрался, уже так думаю, все, вот, тут какому-то одному из прогничников звонят и говорят, ну что, сегодня вас день, вас впускают в Украину, да. Все, поднялись, мы пошли, но я там, правда, еще часок посидел у них, они не быстро впустили меня, что-то там еще впускали, впускали, я с трудом входил. Вот, ну, когда я оказался уже с вещами, все, в Киеве, я так сначала подрастроился, думал, я вообще-то уже в Амстердаме себя видел, уже думаю, сейчас отдохну тут пару деньков, домой полечу, вот, а сейчас тут надо проповедовать мне. Ну, опять-таки, вошел в гармоне с настоящим, думаю, ну, ну, не все, как ты хочешь, понимаешь, придется в Киев сейчас ехать, вот, все. И, знаете, и вошел, и вдруг почувствовал, вот, мне еще пограничник говорит, что-то вы такой спокойно-радостный, ну, понятно, в Амстердам летит, да, вот. А на самом деле это дело не в Амстердаме было, а в том, в том, что когда ты видишь настоящее, какое-то здоровье в твою жизнь приходит, понимаете, здоровье и благодать, благодать нашего, нашего Господа, да. Нам уже очень часто, вот, мы чего-то ждем, да, ждем, когда наша очередь дойдет, там, берешь где-нибудь в Сбербанке, сейчас вот везде же эти квитанции с очередью, да, ждешь, когда тебя примут, ждешь, когда, там, там, маршрутка подойдет, или, там, поезд, или самолет, когда объявят посадку. Мы все время ждем, мы ждем, когда, когда вырастем, все детство, меня, знаете, такое чувство настраивали, что нужно ждать, что вот это, как бы, маленькая жизнь, это не совсем жизнь, а вот ты вот вырастешь и, и пойдешь в школу, и вот, вот, это вот важно будет, вот, я все ждал, когда я в школу, когда я в школу пойду, да, вот, и у меня важное начнется. Пошел в школу, вот, счастья не пережил большого, вот, ну, мне говорили, ничего, закончишь, и, там, в институт пойдешь, и все, ждал, в институт пошел, опять-таки, как-то, вот, не совсем то, на что рассчитывал, да, ничего, потом, женишься, и дети будут, вот, дальше опасно развивать тему, вот, вот, но какое-то время я вдруг сидел, сидел, и вдруг понял, какое счастье, когда я был маленьким. Думаю, в то время, когда я думал, что все будет в будущем, а теперь вспоминаю, и как будто все было уже в прошлом. У вас бывало такое, да? В детстве думал, когда вырасту, когда вырасту, потом вырасту, думаешь, зачем вырасту, зачем вырасту, счастливым был, да? То есть, понимаете, счастье, радость, наслаждение, оно всегда в настоящем. Не случайно даже кто-то интересно заметил, что вообще счастье, это, как бы, сей части, когда ты находишься, вот, в настоящем времени, ты открыт для того, что Господь совершает в настоящем времени, сейчас, да? А несчастье, это, наоборот, несчастье, это, как слепая Вайда, которая то прошлое, то будущее, вот, мы все-то ждем, все, вот, и вот, нас не устраивает это вот ничего, да? И вот, вот, когда-то, вот, 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 будут, будут в моей жизни. Как, помните, в одном из наших советских фильмах, снятый режиссером Марком Захаровым, «Формула любви», там два героя, одного играет Абдулов, а другого Семен Фарада, да? Вот, помните, да, там, вот, и у них все время диалоги происходят друг с другом, вот, и помню один диалог, когда герой, которого играет Абдулов, говорит, «Для меня, вот, настоящая жизнь не имеет никакой ценности, потому что граф Калёстры мне предрек, что я в будущем буду принцем Уэльским». Поэтому, говорит, «Настоящее для меня не имеет никакого значения, как бы все пережидаю». На что герой, которого играет Фарада, говорит, «А мне Калёстры сказал, что я в будущем буду котом, поэтому я уловлю каждую минуту этой жизни сейчас». Знаете, точно так же и мы бывают, вот, нам кажется, вот, когда-то в будущем, вот, вот, это состоится в моей жизни, и я, наконец-то, вот, вот, заживу, заживу, заживу. И настоящее, ну, оно не имеет для тебя никакого такого большого смысла, вот, и ты как-то её, как-то пренебрегаешь, вот, и у тебя все планы твои в будущем, все мысли твои в будущем. Несчастен. Несчастный ты, ты человек. Не так часто, к сожалению, вот, мы говорим о словах Иисуса Христа, да, из Нагорной проповеди. «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Это Матфея 6, 34. «Ибо завтрашний сам будет заботиться о своём, довольно для каждого дня своей заботы». Как вот говорят в поговорке, будет день, им будет пища. Это не означает, что мы не должны ничего планировать, там, вот, некоторые не понимают. Иисус не учил нас, вообще никогда не думая о завтрашнем дне. Нет. Он учил не заботиться. То есть, да, у нас есть какие-то планы, да, у нас есть то, что мы, о чём мы мечтаем, но мы не должны жить в этих планах. Что такое забота? Мы отлично понимаем, да, будут какие-то сложности, но когда ты живёшь в будущем, ты постоянно переживаешь о будущем, у тебя какие-то там страхи или, наоборот, какие-то мечтания, и ты вот в этом всём находишься, ты в этом погружён. Довольно для каждого дня своей заботы. То есть Иисус учил нас, живи здесь и сейчас, живи в настоящем, переживай радость, переживай наслаждение, потому что ты не найдёшь Господа в завтрашнем дне или во вчерашнем дне. Ты найдёшь Его здесь и сейчас, сегодня, теперь время благоприятное, теперь время спасения. И я отлично понимаю, что это легко усвоить в нашем разуме, но вот осознать это внутри, когда ты вдруг осознаёшь, так вот, вот оно, вот она жизнь-то, когда? Вот здесь она находится, вот сейчас она находится, а я вот переживаю, вот сейчас вот мне говорили, что после Нового года там инфляция, и ты переживаешь, и ты вот в этом находишься. Как там будет, никто не знает. Все там экономисты, программисты, все пророки, кто предрекают. Но ведь в основном же всё не так, как говорят. Но всё равно мы верим тем там предсказаниям, переживаем, мучаемся от этого. Вместо того, чтобы понять, что вот твоё такое состояние говорит лишь об одном – ты не доверяешь Богу. Бог для тебя – это что-то вот умственное в прошлом, в будущем, но ты не имеешь с ним реальной связи в настоящем. Вот этой связи в настоящем. Вот сейчас, сейчас и здесь. Вы увидите, как многие ваши заботы, тревоги, проблемы, боли в сердце уйдут, если вы перестанете вот этим заботиться о настоящем, а откройте глаза на то, что происходит здесь и сейчас, на то, что происходит в настоящем. Сколько ваших проблем уйдёт, если вы перестанете жить опять в прошлом. Мы не должны совсем забывать прошлое. Мы должны извлекать уроки из прошлого. Но мы не должны же им жить. Забывая заднее, пишет апостол, простираюсь дальше, вперёд. Правда же? Мы идём вперёд, мы не остаёмся там. Не живём этими прошлыми вещами. Ну мало ли, что там было. Да, были благословения. Слава Богу за них, но Бог там не остался. Здесь и сейчас. Я вообще, знаете, замечаю, что часто то, что было в прошлом, и то, что мы вспоминаем, это не всегда одно и то же. Наша память, она очень выборочная. Мы склонны что-то забывать, что-то приукрашивать. И иногда бывает, историю расскажу, мне Диана говорит, слушай, ну интересно, что я её интерпретировал. А бывает, когда несколько раз расскажешь, уже даже веришь больше тому, как ты её рассказываешь, чем то, как было на самом деле. Такое происходит, бывает. Вот так вот мы... Поэтому то, что ты думаешь о своём прошлом, это, знаете, часть из твоих фантазий слеплена на самом деле. Глупо жить в фантазиях. Вот куда-то погружаться вот в этих мир твоих, иллюзия о том, как когда-то что-то было. Поэтому, когда часто люди вспоминают, вот Советский Союз, Советское прошлое, вот, я недоумеваю. Я, конечно, понимаю, там у кого-то молодость, были школьные годы чудесные там в советское время. Но слава Богу, что мы там не остались, а? Слава Богу, что мы пошли дальше. Скажешь, нет, не слава Богу. Ну вот у тебя проблемы, значит. Что тебе нужно? Тебе нужно исцеление. Ты никогда не сможешь быть вот ловцом человеков. Да, не случайно вот это чудо, где оно произошло? Вифсаида. Дом рыбной ловли. Господь не просто поймал нас в Своей сети, в сети Царства Божьего. Господь стремится из нас сделать рыбаков, чтобы и мы ловили. Весь вопрос, а куда мы их ловим? Куда? Часто все, что мы ловим, это в церковь, в какую-то религиозную организацию. Там куда? А в действительности мы должны ловить людей в Божье Царство в общении с Господом. Как ты поймаешь людей, если у тебя у самого этого нет? Как? Я, помню, пережил невероятную радость, когда однажды, читая первые главы Деяния апостолов, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, то, что Иисус говорил, одни из последних слов своим ученикам, и станете мне свидетелями. Я долгое время думал, что это в смысле мы будем проповедниками, пока однажды не осознал, что для свидетеля необязательны великие ораторские способности. Для свидетеля важно видеть, видеть то событие, о котором он хочет рассказать. Не как в этом старом фильме «Берегись автомобиля», когда-то, помните, пытались гнать машину, пришел гаишник Ефремов, говорит, кто свидетель? Я свидетель, а что случилось? Это часто картина многих христиан. Я свидетель, а что случилось? Вы нам расскажите, кто-нибудь, проповедники, расскажите. Или в книжке нужно прочесть, и потом я буду другим пересказывать. Слава Богу за проповеди, слава Богу за христианские книги. Но они не могут заменить твоего личного опыта пребывания в Боге. Они не могут заменить твоей личной духовной жизнью. Это лишь некое вдохновение для тебя, побуждение для тебя. Но у тебя должно быть лично это. И один из важнейших путей это видеть настоящее, осознать, что Господь, вот это самое лучшее время, сейчас. И Бог находится здесь и сейчас. Нам не нужно ждать великих конференций, великих проповедников. Вам даже не нужно ждать, когда там пастор вернется из очередной поездки. Господь здесь. Он здесь находится. Здесь и сейчас находится. И Он желает с вами сейчас говорить, сейчас общаться, сейчас наполнять ваше сердце, сейчас наполнять вашу душу. Это происходит порой не сразу. Почему? Потому что вот как вот в этой истории, мы не сразу приходим в настоящее. Сначала, когда, помните, Иисус там плюнул на глаза этого слепого, помолился, Он вначале увидел людей, как деревья. Сначала настоящее вырисовывается как-то смутно, потому что у нас такая сильная вот эта привычка, вот эта слепота вайды. Настолько мы привыкли в этом жить, что не сразу. Вот мы в церковь приходим, а все равно живем в прошлом, в будущем, в прошлом, в будущем, не видя того, что Господь делает сегодня. Не видя. Те христиане, которые говорят, Виктор, ну а как вот я не вижу Господа, потому что ты настоящего не видишь. Если тебе откроется настоящего, ты удивишься, а где здесь можно увидеть что-то, где бы Бога не было? Потому что Он здесь везде. Он везде. Он полнота, наполняющего Бог все во всем. Он наполняет все здесь и сейчас. Куда бы ты сейчас ни посмотрел, Он везде. Он везде. И если ты не видишь, ты не видишь настоящего. Ты живешь вот этой жизнью твоего ума, которая все время прошлое, будущее, прошлое, будущее, прошлое, будущее. И не видишь, что Господь совершает. А так важно это видеть. Мы из этого и друг друга не видим. Не видя настоящего, не видим друг друга. Сколько раз было, знаете, в жизни, даже у меня, вот каюсь, было такое, вот человек вот что-то сделал такое, не очень хорошее. А ты помнишь об этом. И потом ты начинаешь общаться, и ты вдруг замечаешь, что ты не с ним общаешься, а с тем, кто когда-то что-то совершил. У вас бывало такое? Может быть, человек уже давно покаялся, человек давно изменился, но ты его не видишь. Ты видишь вот того, кто когда-то что-то плохое сделал. И ты общаешься не с тем, кто перед тобой находится, а вот с неким фантомом из прошлого, которого больше нет, который просто не существует. А ты продолжаешь, продолжаешь общаться с ним, с каким-то мифическим человеком. Когда мы открываем свой взор на настоящее, мы друг друга начинаем видеть. Вот посмотри на своего ближнего. Вот он находится здесь и сейчас. Может быть, этого человека ты хорошо знаешь, может, ты его первый раз видишь, может, хорошо знаешь. Если ты его знаешь хорошо, ты наверняка знаешь хорошо, ты негативное про него. Если вы хотя бы больше месяца знакомы, у тебя очень нормальная информация, негативная о нем. Нормальная. Вот. Может, даже сам не знаешь, что ты знаешь про него. И вот когда мы общаемся, на нас это все давлеет часто. Мы говорим вот с тем человеком из прошлого. С тем человеком из прошлого. Хотя Бог меняет нас. Бог преобразует нас. Я не так давно прочитал у Карла Юнга такие воспоминания. У меня был дядя, чье мышление отличалось конкретностью и предметностью. Однажды он остановил меня на улице и спросил, ты знаешь, как дьявол мучает людей в аду? Когда я ответил, нет, дядя сказал, он заставляет их ждать. Он заставляет их ждать. Вот подумай, не обманул ли тебя дьявол, погрузив тебя в постоянное ожидание чего-то? то, что делает Христос, исцеляет наши глаза. И мы видим настоящее. Вы знаете, вот в этом состоянии, когда ты вдруг начинаешь радоваться вот этому дню, этому времени, ты открываешь свои глаза, так много Бога начинается, ты вдруг переживаешь только откровение, как будто оно было здесь вот все время, но ты это не воспринимал. А сейчас ты это начинаешь воспринимать. Вот тот пример, который я люблю приводить, да, с разными радиоволнами, телевизионными волнами, которые находятся здесь и сейчас. Но мы их не воспринимаем, потому что они настроены на волну. Но если мы возьмем приемник радио или телевизионный, настроим на нужную волну, на нужную частоту, мы вдруг увидим, вау, появилась картинка, раз, появился звук. На самом деле и картинка, и звук были здесь всегда. Мы это просто не воспринимали. Так вот, одно из важных вещей, как мы настраиваемся на волну Господа, да, чтобы его воспринимать, это мы открываемся. Вот теперь время благоприятное, вот теперь оно. Не было и не будет оно вот здесь и теперь. Этот день, этот благословенный день. Как часто я слышал от людей, которым ставили какой-то диагноз, да, и им там оставалось жить год, полгода. Эти люди говорили, я сейчас живу каждым днем. Вот как будто, вы знаете, чтобы увидеть настоящее, нужно пережить какое-то потрясение. Но мы должны быть мудрыми, чтобы увидеть это настоящее сейчас. Вот открыть свое сердце для Него. И тогда Бог столько начнет нам показывать. Мы погружаемся в это состояние, ведь когда люди находятся вот в состоянии творчества, да, они же забывают часто о времени. Вот я думаю, кто-то из вас обязательно, вы же писали там стихи, может быть, кто-то песни писал, или там работал над какими-то рассказами. Вот когда ты на самом деле увлечен, ты делаешь это не ради денег, не ради славы, а как будто что-то тебя переполняет, тебе интересно, и ты вдруг оказываешься в таком состоянии восторженном, как будто к тебе какие-то идеи приходят, мысли приходят, интересные, там, какие-то творческие, необычные подходы. Переживали подобные вещи, да? Вот ты словно вот в этом состоянии начинаешь погружаться, да? Вот. И точно так же в духовном мире Божья слава наполняет тебя, откровение. Ты начинаешь слышать Его голос везде, и во всем начинаешь слышать. Как вот люди в этом творческом состоянии, словно выходишь из прошлого, выходишь из будущего, и находишься здесь и сейчас. Невозможно же писать гениальные вещи, да? Когда ты думаешь, сколько мне заплатят, а какой будет гонорар, а прославлюсь я, или не прославлюсь, потому что настоящее творчество от Господа. Все настоящие дары от Него приходят, правда же? От Бога. И ты словно погружаешься в это вне времени. Но как только ты начинаешь думать о деньгах, о престиже, о славе, то все, это теряется. Ты начинаешь думать о будущем. А что ты получишь? А как тебе отнесутся? И прочее, прочее, прочее. Один маленький хочу отрывок вам прочитать. У Селлинджера в книге «Над пропастью воржи» главный герой оказывается в театре, где играют знаменитые актеры. И вот этот герой рассуждает об актерах. Они так играли, как будто все время понимали, что они знаменитые. Понимаете, они хорошо играли, только слишком хорошо. Когда что-нибудь делаешь слишком хорошо, то если не следить за собой, начинаешь выставляться напоказ, а тогда уже не может быть хорошо. Вот это часто проблема многих верующих, проблема многих христиан. Вот за определенные годы твоего служения у тебя уже опыт приобретается. Опыт служения, опыт проповеди, какие-то развиваешь свои ораторские способности. И когда начинаешь служить на разных конференциях, видишь, что люди плачут, смеются, ты чувствуешь, что ты не просто проповедуешь, не просто служишь, не просто что-то делаешь, а начинаешь делать что-то очень хорошо. И как только ты начинаешь об этом думать, это уже совсем нехорошо становится. Не так давно умер наш известный сатирик Михаил Задорнов. Очень неоднозначная личность, вам честно скажу, очень многое, что он говорил, меня вызывало, прямо скажем, недоумение. Но тем не менее, в нем, конечно, был дар. И некоторые вещи он очень четко формулировал. И одна из вещей, которые, помню, слышал, как он говорил, причем не так незадолго перед смертью, он сказал, что есть самовыражение, а есть самоутверждение. Он говорил про творческих людей, про писателей, артистов. Одно дело, когда человек самовыражается, то есть он выражает тот дар, который Бог ему дал в своем творчестве. А другое дело, когда человек через творчество, через свою игру актерскую самоутверждается. И тут уже стремление не проявить талант, полученный от Господа, а утвердить себя, свое эго и свою личность. Я помню, когда я это услышал, мне так это коснулось, думаю, вот точно так же бывает в служении, да? Ну, я бы не назвал это самовыражением, да? Но когда мы выражаем Господа через свою жизнь, да? Это одно дело. А другое дело, когда человек самоутверждается, как апостол, как великий пророк, там, пастор помазанный. Мы живем в это время, где у нас все эти апостолы Жоры и пасторы Толики постоянно, вот везде, вот, да? Постоянное самоутверждение, попытки, а я вот так сейчас, такое откровение скажу, что вообще за всю историю христианства никто такого откровения не переживал, не получал, вот. И так много амбиций. И понимаешь, что, да, хорошие, талантливые люди, талантливые ребята, но чем больше амбиций, как будто вот его силы меньше, потому что, чтобы была его сила, нужно оказаться в атмосфере вечности. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Здесь и сейчас. Когда ты находишься вот в этой атмосфере, атмосфере вечности, ты просто сосуд, через который он действует. Просто сосуд. И ты хочешь быть в гармонии с ним, не сказать великую там речь, которая бы тут прогремела, на весь христианский мир. А хочешь послужить людям, просто даешь себя в его руки, как будто бы это Бога выражение, выражение Духа Святого через тебя. А это невозможно, если ты не открыт для настоящего, не в гармонии, с тем, что Бог сделает здесь. Не с тем, что он когда-то делал, или когда-то будет делать, а вот то, что происходит прямо здесь и прямо сейчас. И вторая история. Давайте откроем Иоанн, 9 глава. Первый стих. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. И Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела, пославшего меня. Да, коли есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Да, коли я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю и сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди, умойся в купальне сила Ам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Если первая история об исцелении слепого произошла в Евсаиде, дом рыбной ловли, то эта история в купальне сила Ам. Сила Ам означает посланный. Знаете, очень интересна вот эта история, возникновение этой купальни сила Ам. В свое время источник, от которого зависело водоснабжение и Иерусалима, был за пределами городской стены. Поэтому всегда существовала такая опасность. Придут враги, захватят источник, который за городской стеной, и город останется без воды. И поэтому при Езекии специально в скале пробили такой туннель, который заканчивался вертикальной шахтой для воды. И потом вода по этому туннелю стекала в купальню сила Ам. И этот туннель, эта шахта были как раз в пределах города. То есть никакие враги уже не могли жители Иерусалима отрезать от водного источника. И вот это так наглядно показывает христианскую жизнь нашу. Где наш источник? Где наш источник? Конечно же, когда мы приходим в церковь, мы во многом ориентируемся на верующих, которые имеют больше опыт христианской жизни на каких-то служителей, проповедников, героев церковной истории. Но нельзя долгое время жить какими-то людьми прошлого. Нельзя. Нельзя. Нельзя жить духовной жизнью через какого-то служителя. Каким бы благословенным этот пастор ни был. Нельзя. Когда твой источник, источник твоих духовных переживаний, откровений находятся за стеной твоей жизни, там где-то, тебя легко отрезать. И причем, чем более ярче дар какого-то служителя или какого-то проповедника, тем опаснее бывает. В свое время для меня большим примером проповеди был известнейший американский евангелист Джимми Свагерт. Помните, в конце восьмидесятых, начало девяностых даже по центральным каналам вещали его проповеди. Это был мега популярный проповедник и удивительно талантливый оратор. И потом, когда в жизни этого человека начались определенные проблемы, связанные с его жизнью, он потерял свое служение огромное, то есть у него осталась церковь, осталась, но той популярности и того доверия к нему уже не было. Там было несколько скандалов, связанных с его жизнью. И я помню, когда был в Америке, то мне рассказали, что вот когда были в конце 80-х годов эти скандалы, то тысячи и тысячи людей оставляли церковь. Тысячи и тысячи людей. Он был такой популярный и его крах, крах его великого служения привел к краху многих жизней, которые видели Христа через призму Джимми Свагерта. Это очень печальная картина на самом деле, когда вот у людей есть источник, то есть они конечно питаются откровениями, но этот источник в опасности. С ним легко что-то может случиться, и тогда твоя жизнь без воды, без жизни, без благословения находится. Тебе необходимо переходить, вот как языки, на свой источник, то, о чем говорил Иисус, царство Божье внутри вас есть. Я очень часто напоминаю и говорю, что с одной стороны Бог поставил меня служителем, пастором, проповедником, но не посредником, не каким-то великим, и я постоянно осознанно пытаюсь показать вам, что не нужно строить ни из меня, ни из других служителей, не нужно строить идолов, не нужно строить кумиров. Одна из заповедей деколога божественного говорит, что не делай кумиров, из кого бы то ни было. Конечно же, придя в церковь, мы первое время, как дети, подражают родителям, пытаемся часто копировать там служителей каких-то. Я вот учился, смотря проповеди Джимми Свагерта в конце 80-х годов, но постепенно тебе необходимо осознать, у тебя должен быть личный источник, личный канал откровения от Господа, личная твоя духовная жизнь, от которой тебя никто не отрежет, недалеко от тебя слово, недалеко, оно внутри, в сердце твоем. Господь здесь, Господь с тобой, Господь с тобой, разгляди его в этом настоящем. Имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит, и видит то, что Бог делает сейчас. И это реальное исцеление от всякой слепоты, от слепоты, когда для людей сокрыто то, что происходит сегодня. в жизни. Поэтому они и несчастны, несичастны, да? Поэтому у них столько сложностей, поэтому так много недопониманий, так много путаницы всевозможной. из-за того, из-за того, что тебе это все закрыто. Откройся для того, что Господь делает сегодня. Откройся, углубляй этот источник, углубляй. Сегодня, сегодня Бог тебя любит, сегодня ты очень дорог для Него, сегодня Он стремится общаться с тобой, сегодня время благоприятное, сегодня время спасения, сегодня время благодати. Когда ты это находишь, ты находишь мир, гармонию, успокоение находишь от всяких переживаний, от всевозможных стрессов, когда тебя что-то пугает. Войди вот в это состояние настоящего, войди, и ты найдешь там все, все найдешь, радость, жизнь, мир, и самое, конечно, главное Бога, который с тобой здесь и сейчас находится, царя царей и Господа господствующих. Давайте закроем глаза сейчас. всемогущий Господь, всемогущий Господь, Господь, ты тот, кто создал все, мир, вселенную, и ты тот, кто любит нас. Мы не случайны, ты дрожишь нами. Мы пришли на эту землю по твоей воле, все идет по твоим планам, Господь. И я молю, мой Бог, благослови, пожалуйста, церковь нашу, благослови собрание, благослови всех моих братьев и сестер, чтобы мы были не просто людьми, знающие какие-то религиозные установления, но мы были людьми, знающие тебя, людьми, которые каждый день имеют с тобой общение, каждый день ощущают единство с тобой, пребывают в тебе и ты в них, наполняются тобой, Господь. Прокапывают этот источник не где-то вовне, а в нас строят личную духовную молитвенную жизнь, личную жизнь взаимоотношений с тобой, я прошу, коснись и исцели наши глаза, чтобы мы не были, как эта слепая Вайда, видели настоящее, жили в настоящем, общались с тобой в настоящем, радовались, служили тебе в этом настоящем, жили этим днем, который ты сегодня для нас создал, спасибо тебе за этот день, спасибо тебе за это время собраний, спасибо тебе за эти минуты молитв, спасибо тебе, что сейчас я могу быть в гармонии с тобой, Господи, и с моими братьями и сестрами, я могу быть в единении с тобой и с моими братьями и сестрами, мы можем как единое тело приходить перед твоим присутствием, наполни сейчас сердца твоей славой, твоей любовью, твоей верой, Господи, и твоей жизнью, прямо сейчас я прошу, наполняй, ты даешь жизнь, жизнь с избытком, мы можем переживать сейчас избыток твоей жизни, насколько ты даешь все изобильно, больше, чем нам достаточно, велика твоя милость, велика твоя благодать, велика твоя любовь, наполняй сейчас твоей любовью, наполняй наши души, наполняй наши сердца, Господи, учи нас радоваться каждому дню, учи нас, Господи, хранить мир сегодня, спасибо Тебе за то, что есть, спасибо Тебе, Господи, за то, что ты делаешь сейчас, за то, что сейчас ты так любишь нас, сейчас ты здесь, сейчас ты с нами, спасибо тебе, Господи, Аллилуйя, я молю, Дух Святой, коснись кого-то, исцели от боли прошлого, я молю, мой Бог, благослови, благослови Его, чтобы, извлекая уроки из прошлого, Он вернулся в настоящее и жил сейчас во имя Иисуса, благослови, Господь, нам не нужно ничего отыскивать во вчерашнем дне, мы можем искать твоего лица сейчас, здесь, покажи, Господь, как часто пелена прошлого или будущего закрывают для нас тебя в этом настоящем, дай нам мудрости раздернуть эти шторы и увидеть тебя, убрать эту пелену, разорвать эту завесу и увидеть тебя, исцеляй, Господь, исцеляй, Господь, слава тебе, Господь, аминь, давайте встанем сейчас, вы знаете, я хочу прочитать пару стихов, которые в этой истории об исцелении слепого в селааме, слова Христа, это 9 глава Иоанна, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы, услышав это некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы, суд Божий, когда невидящие начинают видеть, видящие превращаются в слепых, потому что одно дело смотреть, а другое дело видеть, одно дело слушать, другое дело слышать, все мы видим, да, смотрим точнее, все мы слушаем, но вот научиться видеть и научиться слышать, ключ к этому, войти в настоящее, в этом есть настоящее исцеление. – Субтитры создавал DimaTorzok –